Мы вкладываем в экономику не своей страны, России, храним это на депозитах в Соединенных Штатах Америки и развиваем никчемную к Америке Соединенных Штатов. Вот такой вот постулат. Что развиваем? Никчемную экономику Соединенных Штатов Америки. То есть Америка развивается за наши деньги. Да это понятно. Они, правда, этого не знают. Ну да. И, по сути дела, говоря об объемах вывоза денег, это второй вопрос, Глазев недавно выступил и сказал, что за последние пять лет вывезено полтриллиона долларов, которые субсидируют экономике других государств. Действительно ли, не нужно вкладывать в экономику России, а нужно их на всякий случай, хранить их в резервном фонде в Соединенных Штатах Америки, дабы обеспечить более-менее приемлемое существование граждан России? Ну, я начну вот с такого объяснения. Значит, при принятии экономических решений есть две группы экономистов. Владимир Владимирович, нужно все вкладывать, надо деньги вложить в экономику, надо дополнительно вложить много денег, будет ему говорить, вот все это туда вложить и все украдут. Ну, все украдут, они уходят. Врывается Кудрин, говорит Владимир Владимирович, не слушайте их, не слушайте их, нужно сделать независимый суд и тогда бизнес оживет и можно будет вкладывать деньги. Владимир Владимирович, Путин смотрит на него и говорит, сделаем независимый суд и всех посадят. По ним приходит Орешкин, говорит Владимир Владимирович, ничего не надо трогать, вот оставьте все как есть, ничего не надо трогать. Ну, а если не трогать, что с этим делать? Ну, пусть хоть какие-то проценты придут. А куда положить, чтобы проценты приходили? Можно сколько угодно кричать, ругаться, но единственное место, хотя там могут заблокировать в случае чего, но все-таки единственное место, где платят эти проценты и не обманывают, и деньги не пропадают, это там, вот туда их и кладут. Продолжение следует...